В этом году в работе форума принимают участие представители 23 стран мира. Тут собрались и руководители крупных промышленных предприятий Украины, Европы, Азии и США, и представители органов местного самоуправления Донецкой области. И мэры городов, что очень важно, и представители посольств, уважаемые послы стран, консулы. Это еще раз подчеркивает то, что Донецкая область, вы правильно оцениваете, является перспективной, интересной. В ходе форума обсуждаются такие важные аспекты жизнедеятельности региона, как инвестиционный климат, экономическое развитие и внедрение инновационных технологий. Сегодня 59 стран мира осуществляют вложения в экономику Донбасса, и более половины всех инвестиций направляются в сектор промышленности. Но, что интересно, иностранные инвесторы стали все больше интересоваться и жилищно-коммунальным хозяйством, спортом, культурой, такими, казалось бы, сферами и совсем бизнесом. Актуальной будет и тема Евро-2012, а точнее, жизни региона после проведения чемпионата. Участники форума обсудят, как наиболее эффективно использовать спортивную и гостинично-туристическую инфраструктуру после того, как Евро-2012 закончится. Я уверен, что форум откроет новые возможности, новые перспективы и станет залогом успешного развития компаний и участников. А Донецкая область с каждым таким мероприятием станет еще более результативной площадкой для формирования полосрочных партнерских отношений. Поддерживают мнение председателя облгосадминистрации и организаторы форума. Они предлагают его участникам открывать Донбасс вместе – для себя и для всего мира. Екатерина Павлова, Первый муниципальный.